если кратко рассказать о чем мой видеокурс в этом видеокурсе у меня такие темы что такое типовые узлы кровли типовые узлы кровли это прежде всего это карнизный свес карнизный свес делается ну как минимум четырьмя способами самый распространенный это когда у нас рядовое заканчивается полукругом самый распространенный 90 процентов наверное всего остальные 10 приходится рядовое заканчивается под углом 45 градусов есть еще также когда делается швабское завершение и четвертый тип это когда путем ослабления пальцев он погибается полностью это по поводу карнизного свеса по поводу других типовых узлов кровли это можно назвать прежде всего это как оформляется как устанавливается как производится устройство конька потому что на коньке как правило даже бывалые кролички они делают ослабление фальца без ослабления фальца без ослабления у нас на коньке потом мы делаем себе проблему мы не можем отогнуть нормально конек при помощи крольного инструмента естественно у нас нет достаточно плотного примыкания кромок друг другу ну и наконец самое распространенное самое сложное на кровле это обход каминной трубы как сейчас модно говорить ну или проще это обход трубы обход трубы он выполняется тоже немного вариантов четыре варианта на сегодняшний день известно это конечно это все условно это прежде всего обход каминной трубы по-немецки на моем видео курсе это самый распространенный способ у меня и как раз разрабатывается показывается второй тип это по-фински когда мы делаем поднимаем делаем высокую складку и как альтернатива это что-то среднее между немецким по-немецки и по-фински это по-шведским называемые шведские штаны ну и четвертый способ это по-английским но это совсем такой для большем подходит для тех кто например же сядчики которые переучиваются на кронщикам им конечно этот способ более будет близок и они будут с удовольствием исполнять это по-английски когда мы делаем обход трубы при помощи специального такого оборудования так называемого кондуктора вот собственно говоря если укратце все типовые узлы кровли ну и таким как бы к некоторостепенным тоже важно но стоящим кстати во втором ряду это когда у нас примыкание парапету слева когда примыкание парапету справа то есть там идет у нас уже складка как она должна отгибаться на какой высоте как находить угол гиба этих складок то есть это все моего видео курсе это все подробно рассказывается ну если по методике как я вот вижу как например новичкам молодым кроечкам которые хотят начинать пробовать себя в этой профессии я советую такой алгоритм действий такой алгоритм обучения то есть я вам даю практически все исходные материалы то есть я вам даю выкройку выкройка сделано в натуральную величину формате а4 на бумаге и я предоставляю видео подробное видео как находить линию гиба на складке на видео там подробно описано показано каким инструментом это пользуется мастер и вы собственно говоря все видите своими глазами вам остается только приложить небольшое усилие это разобраться с этой выкройкой то есть если вы видели фильм как там происходит формирование того или иного типового узла кровли вы легко можете на основании этого видеофильма учебного обучающего видеоролика подрезать из бумажной выкройки сделать себе уже шаблон что ценного в этих моих выкройках то есть этот правильной образом сделанный выкройку вы можете использовать как шаблон то есть прикладывать к металлу вот ну и порядок такой что конечно я при обучении замечал что многие ученики быстрее осваивают материал когда они сначала делают это на бумаге то есть для того чтобы работать на бумаге нам нужно сделать тренажер и об этом я тоже подумал такие бумажные круглые тренажеры можно тоже легко сделать из картона собственно говоря из таких картонных коробок для почты везде продают леруа можно купить на почте вот чтобы не искать конкретно эту эту бумагу гофрированный картон у меня на моих я предлагаю три варианта обучения первый это вы покупаете полностью видеокурс там у меня бумажная версия плюс у меня видео контент который записан на флешку то есть все материал у вас сразу имеются под рукой и вы смотрите делаете сами выкройки тренируетесь на бумаге на тренажерах и для тех кто покупает такой вариант у меня бесплатно 4 до 5 часов я сейчас даже на это пошел бесплатно видео консультации по skype пожалуйста если вы покупаете мой видеокурс сейчас он стоит на март месяц на апрель 2020 года 18000 то есть я предлагаю вам по этой цене плюс дополнительные консультации для тех кто выберет остальные уровне обучения их еще два это оптимальный по оптимальному обучению он у меня сейчас стоит 28000 он записан на платформу уже и на этой платформе у меня этот курс разбит на уроки уже то есть если вы покупаете видео курс оптимальный то там уже обучаетесь там есть уроки все типовые узлы о которых я вам говорил плюс все видео которые естественно взяты из базового курса видео курса видео курса они все есть на оптимальном видео курс но на оптимальном почему он и дороже что он стоит не 18000 а 25 потому что на оптимальном видео курсе имеются домашние задания то есть вы можете пошагово в удобное время и скорость которой вы захотите обучаться у каждого человека индивидуально и вы можете в комфортной для себя темпе обучаться на этом видео курсе но как показывает опыт такой видео курс можно пройти если хороший такой темп не быстрый и не медленный а средний за два месяца то есть в этом курсе у меня правда для тех кто приобретет этот курс у меня там имеются практические занятия которые мы проводим по скайпу практические занятия у меня у меня там запланировано на каждый типовой узел одно практическое занятие как это надо организовать на каких тренажерах это все в этом практическом уже видеокурсе ну и третий пакет который я предлагаю для обучения это пакет индивидуальный на индивидуальном пакете обучения как говорит само название я работаю с курсантом у нас курсы у нас курсанты я работаю индивидуально и этот пакет самый дорогой он стоит 38 тысяч но этот пакет включает в себя предыдущие два пакета плюс мои индивидуальные занятия с курсантом по мере необходимости и теоретически и практически но в связи с пандемией которая сейчас объявлена я третий уровень вип пакет вынужден пока прекратить и отказаться до наступления лучших времен виппе виппе Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Симон»